Скажите, пожалуйста, есть ли у Кабмена информация, сколько людей в Украине до сих пор получают зарплату меньше, чем обещанной 3200? Насколько эта практика распространена? Переводить работников, скажем, на неполную ставку или обрезать премию? Ну, в общем, механизмов, я думаю, уже много придумали. Добрый вечер. Я хочу сказать, что, коментуючи то, что сейчас было в прямом эфире, на сегодняшний день, согласно закону Украины, ни одна людина в Украине не может получать меньше 3200 гривен. За два месяца, точнее, за три, до нас поступило 1500 звернений от граждан, которые скаржились на те или иные аспекты, связанные с уплатой праи. 616 из них уже работали, 300 залишили без розглядов, они были анонимными. 89 перерывок, которые были проведены, показали выявленные порушения законодательства щодо минимальной зарплаты. В целом, если говорить про загальность, в Украине на сегодняшний день доходы от податков на доходы физических осіб, тобто от фонда зарплаты зарплаты, взросли на 38%. На 37% взросли надходы от единого социального внеска. Чисельность безработных зарегистрированных в центре занятости сегодня станет на 1 березня 429 тысяч, або на 14% меньше, чем на 1 березня 2016 года. В ответы, кто получает помощь, также на 12% меньше, 365 тысяч. Говорить про системные проблемы с выплатой минимальной зарплаты подставок никаких нет. Ну, дай Бог, дай Бог. Скажите, господин министр, пожалуйста, вот зимой вы обещали, что пересмотрите в апреле-майе, посмотрите на экономические эффекты от 3200 и будете решать, можно ли еще повышать в этом году минимальную зарплату. Вот сейчас можно спрогнозировать, будет ли принято такое решение. Погнозировать, увеличение зарплаты работы в бюджетной сфере на 30% в медицине, на 50% в обществе. И, соответственно, увеличение зарплаты средней в целом по стране позволило нам с начала года отримать финансовый ресурс, который мы ожидаем, используя именно в период проведения пенсионной реформы. После проведения пенсионной реформы, конечно, мы вернемся к вопросу, связанному с минимальной зарплатой. Хорошо, ну а повышение можно какого-то говорить, ну, хотя бы, вот сумма и срок, если кратко. Я о пенсиях говорю. Ну, главное, чтобы на этой пенсионной минималке, в общем-то, было, что кого считать. Спасибо, Андрей Рева, министр социальной политики Украины, отвечал на наши вопросы.